Собрание депутатов Ненецкого автономного округа внесет в Государственную Думу официальный отзыв на проект закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации. С принятием этого закона нашему региону уже будет не нужно выстраивать договорные отношения с Архангельской областью по исполнению государственных полномочий на своей территории. Законопроектом об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации, который внесен в Государственную Думу, совершенствуются механизмы организации взаимодействия органов публичной власти, действующих на территории субъектов Российской Федерации. Также закрепляется, что наименование должности высшего должностного лица является глава с дальнейшим указанием наименования субъекта Российской Федерации. В целях обеспечения стабильности системы публичной власти срок полномочий главы региона и законодательного органа субъекта Российской Федерации устанавливается в 5 лет. Сейчас срок их полномочий определяется регионом, но не может превышать 5 лет. Законопроектом предусмотрено, что все региональные депутаты замещают государственные должности субъекта Российской Федерации. Независимо от того, работают они на постоянной основе или без отрыва от основной деятельности. По аналогии с депутатами Государственной Думы и муниципальными депутатами предлагается механизм ответственности для региональных депутатов. в виде предупреждения, освобождения от должности в региональном парламенте. В законопроекте отражены также принципиально важные для Ненецкого автономного округа моменты, связанные с исполнением государственных полномочий на территории автономных округов. Если говорить о предыстории, то в 90-м году субъектам Российской Федерации было дано право на самоопределение, это сложные составные субъекты. Этим правом воспользовалась только Чукотка. После принятия Конституции в 1993 году Ненецкий автономный округ вошел в состав Архангельской области. Так называемый сложный составной субъект или субъекты матрешки. В 1994 году мы были обязаны по закону Российской Федерации заключить договор о разграничении полномочий между Архангельской областью и Ненецким автономным округом. Напомним, Ненецкий автономный округ входит в состав Архангельской области, являясь при этом полноценным субъектом Российской Федерации. В настоящее время округ выполняет государственные полномочия на своей территории вот уже 27 лет в соответствии с договором, который подписывается главами Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Был в этой многолетней истории период, когда соседняя область не подписала договор с округом и взялась за исполнение госполномочий на нашей территории самостоятельно, что привело попросту к их неисполнению. Та поправка, которую предлагают законодатели, то, как мы ее видим, полномочия в сложностных субъектах будут исполнять именно автономные округа. Соответственно, тут необходимо понимать, теперь мы будем не обязаны заключать договор, теперь мы будем вправе его заключать, то есть если какие-то полномочия мы не сможем исполнять. Отразится ли принятие законопроекта об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации на доходах в окружном бюджете? После того, как будет принят этот закон, последуют поправки в бюджетный кодекс Российской Федерации, по которому на сегодняшний день у нас особый порядок зачисления налогов. Соответственно, часть налогов у нас уходит в Архангельскую область. Это то, о чем мы постоянно говорим, это более 7 миллиардов рублей, которые смогут остаться в бюджете Нениско-автономного округа. Но я повторю, что это еще проект федерального закона. Есть в понятиях у нас небольшие сомнения. Мы в отзыве своем это отразили. Законопроект об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации будет рассмотрен в первом чтении в Государственной Думе 9 ноября. Василий Хатанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал Север.